Дорогие друзья, сегодняшняя недельная глава называется Корах, и мы продолжаем изучение бесед львайческого Рэбе. И эта беседа называется глава Корах и третья Томуза. Главу Корах всегда читают близко к третьему Томузу. Есть три знаменательных события, связанных с этой датой. Первый из них – это третья Томуза 5687 года. Мой учитель и тесть Раф Йосеф Ицхашнерсон был освобожден из тюрьмы Шпалерная в Ленинграде при условии, что будет выслан в Галут, то есть в ссылку в город Кострома на три года. На тот момент было непонятно, является ли ссылка в Кострому, говорит Рэбе, положительным или отрицательным фактом. Но в дальнейшем, когда он был полностью освобожден 12-13 Томуза, по фактам стало понятно, что третья Томуза была для него началом Геулы, началом освобождения. Ведь тогда был отменен его смертный приговор. Поэтому этот день установлен как праздник Геулы и отмечаем его каждый год. Если вглядеться внимательно в развитие событий, то становится ясно, что тут произошло чудо. Однако, оно произошло не сразу. Сначала был переезд в Кострому, и только через некоторое время, через несколько дней, было завершено освобождение. Окончательное избавление произошло только в самые последние годы, когда рухнула советская власть. И теперь можно распространять иудаизм без всяких ограничений. Всевышний действительно совершил чудо, но сделал это поэтапно. Другое невероятное чудо случилось во времена Йошуа бен Нуна. Йошуа вел войну, и когда увидел солнце, клонится к закату, понял, что они не смогут преследовать врага до конца, потому что наступал шаббат. Тогда он объявил, солнце, остановись в гевоне, а луна в долине Айалон. И действительно, остановилось солнце, стояла луна, пока не победил он, Йошуа, своих врагов. Поскольку все события в нашем мире происходят под управлением Творца, особенно все, что касается Торы и заповедей, то можно сказать, что есть связь между двумя чудесными событиями, случившимися третьего Томуза. И на самом деле, в обоих случаях прослеживается один и тот же мотив. Всевышний совершил чудо, однако оно как будто несовершенно. Почему ему понадобилось приостанавливать заход солнца на целый день? Ведь он мог просто уничтожить всех врагов в одно мгновение. То есть, в этом случае Всевышний тоже лишь начал чудо, а до завершения победы прошло некоторое время. В нашей недельной главе рассказывается еще об одном чуде. В продолжении апелляции Короха по поводу Коэна Всевышний призывает обратить к сынам Израиля и возьми у них 12 посохов. А на посохе Леви напиши имя Аарона, посох человека, которого я изберу, расцветет. Так и произошло. На следующий день расцвел посох Аарона из дома Леви. На посохе появился цветок, потом завязался плод и созрел миндаль. Здесь мы видим то же самое. Чудо происходит только в отношении времени. То есть, то, что обычно занимает много времени, цветение, созревание плода, совершилось за ночь. Но само по себе созревание произошло совершенно естественным образом. Так детально описывает Тор. Появился цветок, завязалась зависть и созрел миндаль, созрел плод. Как это все объяснить? В конце трактата, а вот, мудрецы говорят, все, что Всевышний благословен Он создал в своем мире, создал лишь ради своей славы. То есть, несмотря на то, что слово Олам, мир, происходит от слова Хейлен, исчезновение, скрытие. То есть, этот мир как бы скрывает своего Создателя. Тем не менее, цель Всевотворения – слава Творца. То есть, построит для Всевышнего жилище в нижних мирах. Поэтому Всевышний раскрыл нам в своей Торе, что Он как бы специально выделил время и сотворил мир. Сотворил мир, а не то, что это получилось само собой. Именно за шесть дней, и более того, каждое мгновение Он создает мир заново. Все это для того, чтобы подчеркнуть, что есть смысл именно у материального творения. Посредством его достигается высочайшая цель – жилище Всевышнему в нижних мирах. Насчет того, что Всевышний постоянно создает мир заново, есть одна очень хорошая ситуация. Представьте себе экран компьютера. И изображение на экране мы знаем – это мерцающая картинка, которая где-то 50-60 раз в секунду появляется вновь. Но наш глаз воспринимает это как постоянное, цельное изображение. Точно так же Всевышний. Каждое мгновение создает наш мир и все, что мы в нем видим, и нас самих заново, заново давая нам жизненную силу и воспроизводя все, что существует в этом мире. Поэтому и там, где речь идет о чудесах, являющихся раскрытием Божественного, подчеркивается, в особенности в отношении трех помянутых нами чудес, что они полностью оторваны от нашего, не полностью, извините, оторваны от нашего мира. Ведь в противном случае можно было бы подумать, что существует два отдельных мира – духовный и материальный. И нет между ними никакой связи. Мы же видим, что наоборот. Между естественным и чудесным ходом вещей есть некое сотрудничество. Они работают вместе и слаженно. То есть чудо проникает в природу, а не только находится над ней. Все это имеет отношение к главе Корах. В учении хасидизма объясняется, что Корах заявил в соответствии с внутренним смыслом происходящего, выраженным в Торе намеками, что нужно отделить духовный мир от материального. В этом и был смысл спора. На иврите махлокит спор. Происходит от слова «халука» – разделение. Есть намек на это и в имени Корах от слова «карха» – расхождение во мнениях. Как это объясняют нудрецы. Поэтому он и утверждал, что необязательно быть связанными с главой поколения. Поэтому он утверждал, что необязательно быть связанными с главой поколения, имеется в виду Моше, и получать духовное влияние от него. Но на это был получен ответ. Через чудо цветов на посохе Аарона, которое было ответом и исправлением греха Кораха. Что наоборот, чудо и законы природы, то есть духовное и материальное, связаны друг с другом и всегда вместе. Что мы должны выучить отсюда для себя? Что еврей должен стараться, чтобы даже материальные, естественные его дела были проникнуты святостью. Вплоть до того, вплоть до самых низких вещей, тех, что снаружи, чтобы и туда проникали воды чистого источника, да и зальются воды твоего источника наружу. То есть наша задача, глядя на все три чуда, которые описаны и связаны с третьим Томуза. А еще третья Томуза для нас сейчас важный день, потому что этот день связывает нас с нашим Рэббом. Что наша задача приносить святость в этот мир и делать этот мир уютным жилищем для Творца, делать его освященным и приносить святость во все то, с чем мы соприкасаемся в течение дня. В семью, в еду, в прогулку, в работу, в общение с людьми. Тогда мы проникнемся той мыслью, что Всевышний все время с нами, что Он дает нам энергию и всему этому миру каждое мгновение. И в наших руках есть очень важный инструмент принести святость и соединить духовное с материальным. Принести святость в этот замечательный мир. Прекрасной новой недели, успехов и всех благословений. Прекрасной новой недели, успехов и всех благословений.